Книга Иова Глава двадцать седьмая И продолжал Иов свое слово и сказал Жив Бог, отказавший мне в справедливости, Жив всесильный, наполнивший горечью душу мою. Пока дыхание еще теплится во мне, Пока есть еще во мне Дух Божий, Уста мои не скажут мне правды, Язык не произнесет лжи. Признать вас правыми не будет этого, До смерти своей от непорочности не отрекусь. Праведности моей держусь я крепко, Не отступлюсь от нее. Сердце не упрекнет меня За все дни жизни моей. Мой враг пусть сочтен будет злодеем, Противник мой, нечестивцем. Скажите, какая надежда у безбожника, Когда Бог сразит его, Когда заберет его жизнь? Разве Бог станет слушать вопли его, Когда бедствие на него обрушится? Разве во всесильном была его радость? Призывал ли он Бога во всякое время? А я научу вас тому, Что в руке Божьей, Что есть у всесильного, Не скрою. Вы и сами все видели, Так к чему же пустые слова? Скажите, вот удел нечестивцу от Бога, Доля, что получит от всесильного Жестокий человек. Пусть много детей у него, Все они на меч обречены. Потомки его не будут есть До сыта хлеба, А уцелевших после него Смерть сведет в могилу, И вдовы их не оплачут. Пусть собрал он серебра, Что пыли, Одеяний скопил, Что грязи. Он скопил, А праведник наденет, Серебром невинный завладеет. Строит он дом, Но тот, как паутинка, Словно шалаш, Что сторож поставил. Ляжет спать богачом, Но не будет им более, Откроет глаза, А ничего не осталось. Поглотят его ужасы, Как наводнение, Буря ночью его похитит. Поднимет его восточный вихрь И унесет, Сметет с места его. Налетит на него без пощады, И кинется он бежать, И кругом захлопают в ладоши, Вслед ему засвищут. Глава двадцать восьмая Есть рудники, Где добывают серебро, Есть прииски, Где промывают золото, Железо извлекают из земли, И медь из руды выплавляют. Тьме кладет границу человек, И ищет руду в глубинах земли Во мраке кромешном, Роет шахты вдали от мест обитаемых, Там, где нога не ступала, Вдали от людей висит, Качаясь в забое. Земля, Из которой родится хлеб, Внутри словно Огнем Оплавлена. Камни ее, Месторождение сапфиров, И в ней же Золотой песок. Дороги туда не знает И хищная птица, Глаз соколиный Ее не видывал. Не ходили по ней гордые звери, Лев по ней Не ступал. А человек К граниту прикладывает руку, Переворачивает горы До основания. В скалах прорубает штольни, Все драгоценности Открываются его взору. Запирает он глубины рек, И сокрытое Выносит На свет. Но Мудрость, Где ее добывают? Где они Месторождение разума? Не знает Человек К ней Дороги, На земле Живых Ее Не отыщешь. Бездно Сказала Не во мне Она, Море Сказала Не у меня. Не добудешь Ее Чистым Золотом Расплатившись, Не купишь Ее Отвесив Серебра, Не приобретешь За лучшее Золото Изофира, За драгоценный Оникс Сапфиром. Дороже Золото Она И Кристаллов Не выменить Ее На золотой Сосуд, Кораллы И яшма С ней Не сравнятся. Ценнее Мудрость, Чем Жемчуга, Дороже Она Топазов И Скуша, И за Лучшее Золото Ее Не Купишь. Откуда Же Исходит Мудрость, Где Они Месторождение Разума, Сокрыта Она От глаз Всего Живого, От птиц Небесных Спрятана, Скажут О ней А Вадон И Смерть, Мы Слышали О ней Лишь Краем Ухо. Бог Знает Дорогу К ней. Он Ведает, Где Она Обитает. Ведь Взор Его Предела В Земли Достигает. Все, Что Под Небом, Он Видит. Когда Он Наделял Силой Ветер, Когда Водом Меру Давал, Когда Для Дождя Устанавливал Закон И Путь Для Молнии С Громом, Тогда Перед Взором Его Была Мудрость. Он Исчислил Ее, Утвердил, Испытал И Сказал Человеку Благоговение Пред Владыкой. Вот Мудрость. Сторонится Зла В этом Разум. Псалтырь Псалом 49 Псалом Асафа Бог. Бог. Господь Бог Возгласил И Призвал Весь Мир От Восхода Солнца До Его Заката Перед Судом Его Судом Божьим Отвечать. Сиона Совершенного В Своей Красе Бог Свет Свой Источает. Грядет Наш Бог И Не В Безмолвии Грядет. Огонь Пред Ним Бежит Пылающий, Бушует Буря Вкруг Него. И Высь Небесную И Землю В Свидетели Он Призывает, Дабы Судить Ему Народ Свой. Он Говорит При Этом Всех Верных Слуг Моих Ко Мне Ведите, Кто По Завету Моему Со Мной При Жертвоприношениях В Договор Вошел. А Небеса Тем Временем О Спасительной Праведности Его Возвещают, Ибо Судья, Что Суд Вершит Сам Бог. Слушай, Народ Мой, Я Говорю, Слушай, Израиль, О Тебе Мое Свидетельство, Я Бог, Твой Бог. Не Зажертвы Тебя Укоряю, Всесожжения Твои Всегда Предо Мной. Мне Мне не Нужно Брать Теленка Из Дома Твоего Или Козлов Из Загонов Твоих, Ведь Все Звери В Лесу Мои, Как И Скот На Тысячи Гор Мой. Я Знаю Всех Птиц На Горах, И Все, Чем Поле Кишит, Известно Мне. Если Бы Проголодался Я, Не Стал Бы О Говорит Тебе, Ибо Весь Мир И Все, Что Наполняет Его Мое. Разве Я Ем Мясо Быков Или Пью Кровь Козлов? Принеси Богу Жертву Благодарности От Всего Сердца. Исполни Обеты, Что Всевышнему Ты Дал И Если Призовешь Меня В День Бедствия Спасу Тебя И Сможешь Ты Почтить Меня. А Человеку Нечестивому Бог Говорит, Как Смеешь Ты Ссылаться На Мои Установления И Произносить Своими Устами Слова Завета Моего. Ты Ж Ненавидишь Наставления И Слова Мои Словно Мусор Подальше От Себя Бросаешь. Завидев Вора Тот же Час Сходишься С ним. С Прелюбодеями Охотно Ты Общаешься. Из Уст Твоих Злоречья Льется Непрестанно. Язык Твой Ложь Сплетает. Всегда Готов Ты Брата Своего Оговорить, Наклеветать На Сына Матери Твоей. Все Это Делал Ты, А я До Времени Молчал. И Ты Подумал, Что Я Такой Же, Как И Ты. Но Я Изобличу Тебя И Обвинение Выскажу Тебе В глаза Подумайте Об этом Хорошо Все Вы О Боге Позабывшее Чтоб Не Пришлось Мне Вас Уничтожать Тогда Уже Никто Вам Не Поможет. А Тот Кто Жертву Благодарности Приносит Меня Тот Чтит И Путь К Тому Готовит Чтобы Я Мог Спасенье Божье Ему Явить. Евангелие По Иоанну Глава Четырнадцатая Пусть Не тревожится Сердце Ваше. Доверьтесь Богу И Мне Доверьтесь. Много Покою В доме Отца Моего. Если Бы Не Так Это Было Сказал Бы Вам И Иду Я Туда Приготовить И Для Вас Место. Я Уйду И После Того Как Приготовлю Вам Место Приду Вновь И Возьму Вас К Себе Чтобы И Вы Могли Быть Там Где Я. И Вы Ведь Знаете Путь Что Ведет Туда Куда Я Меня Знаете Будете Знать И Отца Моего Да Вы И Знаете Его Уже И Видели Вы Его Господи Промолвил Филипп Покажи Нам Отца И Довольно С Нас Сколько Времени Я Был С Вами Ответил Иисус И Ты Все Еще Не Знаешь Меня Филипп Видевший Меня Видел Отца Как Можешь Ты Говорить Покажи Нам Отца Или Не Веришь Что Я В Отце И Отец Во Мне Сами Слова Которые Я Вам Говорю Не От Себя Говорю Отец Во Мне Живущ Во Мне И Действует Все Это Его Дела Верьте Мне Когда Говорю Что Я В Отце И Отец Во Мне Или Хотя Бо По Самим Делам Творим Мною Верьте Уверяю Вас Верящий В Меня Будет Делать То Что Я Делаю И Даже Большие Дела Совершит Потому Что Я Ухожу К Отцу И Тогда Все О Чем Не Попросили Бы Во Имя Мое Сделаю Я Чтобы Прославлен Был Отец В Сыне Я Сделаю Все О Чем Вы Не Попросите Меня Во Имя Мое Вы же Если Любите Меня Будете Соблюдать Заповеди Мои Я Отца Попрошу И Даст Он Вам Вместо Меня Другого Утешителя Который Навеки Останется С вами Духа Истины Даст Которого Мир Не Может Принять Потому Что Не Видит Его И Не Знает А Вы Знаете Его Потому Что Он С Вами Пребывает И В Вас Будет Не Оставлю Осиротевшими Вас Снова Приду К Вам Еще Немного И мир Уже Не Увидит Меня Но Вы Меня Будете Видеть И Потому Что Я Живу Вы Жить Будете И Когда Придет Тот День Вы Узнаете Что Я В Отце Моем Что Вы Во Мне И Я В Вас Кто Хранит Заповеди Мои И Соблюдает Их Тот Действительно Любит Меня А Кто Любит Меня Тот Будет Любим Отцом Моим И Я Буду Любить Его И Открою Ему Себя В Своей Любви Ясно И Иуда Не Искариот А Другой Иуда Сказал Ему Тогда Господи Как Это Так Ты Хочешь Открыться Только Нам А Не Миру Тот Кто Любит Меня Ответ Иисус Будет По По Слову Моему Отец Мой Будет Любить Его К Нему Мы Придем И Будем Жить У Него Нелюбящий Меня Не Будет И По Слову Моему Слово Которое Слышите Вы Не Мое Но Слово Отца Пославшего Меня Я Сказал Вам Все Это Пока Нахожусь Еще С Вами Утешитель же Дух Святой Которого Пошлет Отец Во Имя Мое Всему Научит Вас И Напомнит Все Что Говорил Вам Я Ныне Мир И Покой Вам Оставляю Дарю Вам Мой Мир Какого На земле Никто Вам Не Даст Пусть Не Тревожится Сердце Ваше Пусть Не Страшится Вы Ведь Слышали Я Вам Сказал Ухожу Но Опять Приду К Вам Если Бы Вы Действительно Любили Меня То Радовались Бы Тому Что Я Иду К Отцу Потому Что Отец Больше Меня Я Сказал Вам Все Теперь Сказал До Того Как Это Произошло Чтобы Когда Это Произойдет Окрепла Вера Ваша Недолго Осталось Мне Говорить С Вами Ибо Князь Мира Этого Уже На Своем Пути Сюда Невластен Он Надо Мно Но Мир Должен Узнать Что Люблю Я Отца И Делаю Именно То Что Он Мне Поручил Теперь Вставайте Уйдем Отсюда